ТОП-4 примера из Гарри Поттера для ЕГЭ и УГЭ по обществознанию. Это вторая часть нашего разбора, первая часть уже есть на этом канале. Погнали! Все, кто читал и смотрел Гарри Поттера, помнят, что там есть такая газета «Ежедневный пророк», и это идеальный пример СМИ для ЕГЭ и УГЭ по обществознанию. Важно знать, что обычно в обществознании СМИ рассматриваются именно в рамках политической системы. И самая главная у них функция — информационная. Это очень просто запомнить СМИ — средство массовой информации, информационная функция, круто и классно. И СМИ нас информируют о всяких политических событиях. В частности, «Ежедневный пророк» информирует нас о том, что у нас в определенный момент меняется министр магии, уходит Корнелиус Фаджи, появляется Скаринджер, если я правильно помню его зовут. Это было написано в «Ежедневном пророке», и это идеальный пример информационной функции СМИ информирования о событиях каких-то в политической сфере. Все логично и все круто. Едем дальше. Все вы помните Корнелиуса Фаджи, министра магии. Кто такой министр магии для ЕГЭ и ОГЭ по обществознанию? А это пример, идеальный пример политического лидера. Политический лидер — это человек, конкретное лицо, которое наделено очень большим объемом политической власти и может оказывать влияние на поведение каких-то социальных групп или общества в целом. В данном случае министр магии влияет в целом на все общество волшебников. Но политические лидеры бывают разных видов. Есть рационально-легальный, традиционный, харизматический лидер. Какой же из них — Корнелиус Фадж? Это была капец какая сложная задача, потому что нигде напрямую не сказано, о каким образом у нас появляются министры магии. Но я изучил, про сути, все книги, да, изучил огромное количество текста и нашел таки один маленький отрывок, который нам показывает всю суть министра магии в Гарри Поттере. Смотрите, в пятой части в Ордене Феникса в книге есть цитата из журнала Придира, где нам сказано, что Корнелиус Фадж был избран пять лет назад. Так вот, если политический лидер был избран, то есть получил власть в соответствии с законом, на законных выборах, да, на законном основании, то он всегда будет рационально-легальным. Значит, Корнелиус Фадж — рационально-легальный лидер. Точно такой же пример можно привести про любого президента, который у нас есть и который у нас избран на законных основаниях. Если вы досмотрели до этого момента, значит, вы готовитесь к ЕГЭ или ОГЭ по обществознанию, и при этом хотите делать это круто, классно, с кайфом, на интересных примерах. Меня зовут Егор Кант, и я профессионально готовлю ребят ЕГЭ и ОГЭ по обществу. Я работаю в онлайн-школе Study Way, и в прошлом году я выпустил 196 касатиков, которые сдали ЕГЭ по обществознанию на 80+. Сам я сдал ЕГЭ по обществознанию на сотку и перездаю его каждый год. У меня есть сертификат эксперта. Исходя из этого видео, вы можете понять, что я, с одной стороны, могу готовить к ЕГЭ эффективно, но, с другой стороны, я это делаю интересно, классно, с кайфом, на кайфовых примерах, и вы можете подготовиться полностью к ЕГЭ или ОГЭ, даже с полного нуля, да, на максимальный балл вместе со мной. Если вам это интересно, пишите мне в сообщение группы ВК, кодовое слово годовой, ссылочка в описании. Те, кто читал книги о Гарри Поттере, помнят, что в самом конце обучения у учеников в Хогвартсе есть возможность выбирать предметы, которые они будут учить, в зависимости от будущей профессии. Например, если человек хочет стать мракоборцем, то он будет учить деливарение и защиту от темных искусств. Что это такое? Это идеальный пример гуманизации образования. Гуманизация — это такая тенденция, при которой в образовании учитываются интересы и склонности ученика. Например, вы можете выбирать те предметы, которые вам наиболее интересны и которые вам будут наиболее полезны в будущем. Примерно то же самое мы видим и в современных российских школах, где в 10-11 классе вы можете выбрать профильный класс, например, физико-математический или гуманитарный, и делать акцент на те предметы, которые вам нужны для сдачи ЕГЭ и поступления в ВУЗ. Ну и последний пример на сегодня, ребята. Все мы помним, что законно использовать магию вне Хогвартса люди могут с 17 лет. Может быть, ты все еще под надзором? Надзор снимает, как только исполняется 17. Вы не поверите, но это идеальный пример наступления полной дееспособности. Сейчас объясню. Дееспособность — это возможность своими действиями создавать и приобретать права и создавать какие-то обязанности. В чем суть? В обычной жизни полная дееспособность у нас с вами наступает с 18 лет. И если говорить простым языком и простыми примерами, с 18 лет мы можем вступать в брак, можем получить права на машину и ее водить, да, и еще кучу всяких вещей. То есть именно с 18 лет мы становимся полностью дееспособными. То же самое происходит и в мире Гарри Поттера, но, судя по всему, с 17 лет, когда волшебники получают самое главное право использовать магию тогда, когда они хотят и где они хотят. На этом все, ребята, заканчиваем наш разбор. Я желаю вам большой удачи в подготовке к экзаменам к ЕГЭ и ОГЭ по обществознанию. Ну и если вы смотрите его до Нового года, то я вас поздравляю с наступающим Новым годом и Рождеством. Всем пока, увидимся в следующих роликах. Субтитры сделал DimaTorzok